Однокомнатная квартира на 10 этаже этого дома – давняя мечта Александра Кельдебекова. Ради нее он много лет работал на севере, подорвал здоровье, но целей свои достиг. Сегодня, гуляя вокруг дома, он снова мечтает и снова о той же, уже однажды купленной квартире. В октябре прошлого года ему сказали, что здесь он больше не живет. Пришли люди, позвонили мне в квартиру, я спросил, кто. У меня Марклин предоставился, я сказал, что я отказался ему открывать, сказал, что я тебе не открою, ничего тебе здесь сделать. А дальше для Александра Ивановича все как в страшном сне. Помнит только, как дверь вскрыли, документы нажил площадь от нового хозяина, а дальше подвал. Идти ему было просто некуда. Теперь председатель ТСЖ Лариса Подыменогина вспоминает, как с соседями помогали вещи из квартиры выносить. Такой переезд она видела впервые и до сих пор не понимает, как без ее ведома квартиру продать удалось. Все деятельства на право собственности у нас все это собрано. Я, допустим, знаю только Кильдебекова. Это во-первых. Во-вторых, он у нас федеральный льготник. То есть все федеральные льготы, которые приходят, то есть они же идут сюда. Договор купли-продажи с Кильдебековым, то есть когда он в 99-м году покупал эту квартиру, он никуда не делся. К тому же все квитанции на оплату коммунальных услуг в течение нескольких месяцев приходили на имя Кильдебекова. С новым квартирантом Лариса Подыменогина все же познакомилась. Им оказался бывший сотрудник милиции Аркадий Маракулин. Квартиру, как говорит, купил у третьих лиц, а тем Кильдебеков ее просто подарил. Теперь Александру Ивановичу и остается, что вместе с бывшими соседями сравнивать подписи на акте дарения и в своем паспорте. Как считают, сходство от оригинала весьма далекое. Суд, выслушав мнение участников процесса, находит необходимое интересное производство по делу до рассмотрения иска Кильдебекова. Тем не менее, один на один со своей проблемой Александр Иванович не остался. Теперь при поддержке правозащитников и неравнодушных людей пытаются оспорить у Маракулина право собственности на квартиру. Тот, в свою очередь, подал на Кильдебекова в суд с целью доказать, что собственник квартиры только он. Тем не менее, сейчас это дело удалось приостановить, поскольку уже сам Кильдебеков решил оспорить сделки, которых, на его взгляд, не было. Сам же Аркадий Маракулин считает, что квартира им приобретена на законных основаниях. И этот образ жизни пенсионера привел его к тому, что тот по собственной воле подарил квартиру. Правда, тех, кто принял ее в дар и у кого впоследствии приобрел жилплощадь Маракулин, до сих пор никому найти не удалось. Мы рассматриваем милицию не как орган, нарушающий права граждан, а как тоже правозащитную организацию, государственную правозащитную организацию. То есть мы здесь должны работать не в соперничестве, а в сотрудничестве. Что касается тех людей, кто, работая в органах власти, в том числе и в органах, кто не делал, нарушает закон, будем надеяться, их покарает суровая рука закона. Я в этом почти не сомневаюсь, потому что квартира не сомневается. Я почти не сомневаюсь. Сейчас в отделении милиции номер один рассматривают заявления о незаконных действиях Маракулина, а Кильдебеков пока проживает у родственников в Верхнекамском районе. Дмитрий Житарчук, Александр Суслов, Бюро новостей Давича.